Суббота-полдень, вы на YouTube-канале Ходорковский Live. Меня зовут Богдан Бакалейко. Это значит, что самое время для экономического разбора. С вами программа «Курс». В начале выпуска попрошу вас поддержать нашу работу лайком и подпиской. Ну и мы начинаем. Я рад приветствовать в нашем эфире предпринимателя Дмитрия Потапенко. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Хотелось бы начать с такой вечной темы – курс рубля. Десять дней прошло с момента того, как американцы вели санкции против московской биржи. И вот на этой неделе мы как будто бы увидели ту самую волатильность, о которой, в общем, многие говорили, экономисты, финансисты, эксперты. В понедельник курс был 89, к четвергу, по-моему, упал до 82. Пятница – 85, на выходные нам Центральный банк установил 87. Как долго, как вам кажется, будут проходить вот такие вот горки, русские горки русского рубля? И с чем вообще это связано? Почему эта волатильность происходит? Неужели довольно сложно наладить коммуникацию между банками и Центральным банком? Ну, видите ли, дело в том, что наладить коммуникацию активно никак несложно. Но если вы обратите на куда менее волатильную историю под названием наличный рубль-доллар, я имею в виду соотношение, то вы увидите, что волатильность куда как меньше, так называемая. То есть, если мы даже сейчас, у меня бежит лента, то, в общем, дешевле, чем 90,50 копеек, вы доллар не купите. Даже если вы очень сильно постараетесь в обменниках Москвы. В момент, вот за эту неделю он ходил, условно говоря, рубля на полтора, то есть до 92. Поэтому то, что делается на межбанке, всегда остается на межбанке. И это не вопрос даже коммуникации, это вопрос того, для чего вообще существовала биржа, при том, что не обязательно, кстати, чтобы многие начинают рвать на себе волосы и говорить, что вот биржа – это фундаментальный провал. Да нет, есть страны, в которых вообще не существует биржевого курса, так скажем, национальной валюты. И устанавливается все в рамках как раз межбанковского обмена. Другое дело, что в Российской Федерации, поскольку рынок сам по себе небольшой, для установления сколь-нибудь взвешенного рыночного курса не хватает межбанковских операций, которыми в основном занимаются трейдеры, чуть-чуть спекулянты, а большей частью, соответственно, экспортеры. То, когда существовал еще вот такой вот рынок, скажем так, внешний, то он себе вполне себе позволял сбалансированно устанавливать. Поэтому, когда вы задаете вопрос, почему такой идет, ну, такие качели легкие, качели идут там, где, в общем-то, малое количество информации. Приблизительно до месяца эти качели будут иметь место быть. Основное за эту неделю, я могу сказать, это вопрос сложности платежей были, потому что в первые моменты банки стран СНГ и ряд китайских банков остановили платежи от российских экспортеров-импортеров. А сейчас все, в общем-то, ну, понятно, с увеличением транзакций возвращается на круги свои. Да, ну и хотелось бы понять, ну, вы говорите, что мало информации, при этом в обменниках курс более-менее стабильный. Вот я не совсем понимаю, как это работает. То есть у одного отдельно взятого обменника или банка информации больше по тому, как проходят торги, чем у всего центрального банка? Нет, не так. Дело в том, что помимо обладания такой инсайдерской информации, у них есть реальные, как говорится, обменные курсы. То есть они реально меняют доллар на рубль, у них эти транзакции в обязательном порядке каждый божий день. А как раз на межбанке это не обязательно каждый божий день, поэтому чем больше у вас, соответственно, транзакций, то есть больше касаний клиента, тем больше у вас, соответственно, информации, какой же средневзвешенный курс. По моим оценкам он, в общем-то, установится в диапазоне 93-97, не сразу, но вот, в общем-то, 8, мы, скорее всего, это себе увидим. Да, и хотелось бы понять, как вам кажется, будут ли пытаться восстанавливать что-то похожее на биржевые торги? В частности, например, есть Газпромбанк, и вроде как, я общался, по крайней мере, с финансистами, они говорят, что в теории можно отдать софт Газпромбанку и на базе Газпромбанка запустить эти валютные рыночные торги, чтобы всем было удобно, чтобы мы не привыкали к какой-то новой действительности. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки центральный банк, как мне видится, за счет биржи мог так или иначе влиять на курс рубля продажами или покупками. Ну, он может это делать и без биржи. Можно ли запускать на базе Газпромбанка? Я бы сказал так. Если бы главой центрального банка и Минфина был бы я, я бы ни в коем случае не топил бы как раз Газпромбанк. Я бы взял бы... Существует у нас десяток приблизительно банков, куда более мелкой руки, которые обладают до сих пор возможностью работать со свифтом. И если уж поднимать торги, то я поднимал бы на консорциуме банков, там, например, пяти, ну, то есть, чтобы не топить все, на как раз вот на консорциуме этих мелких банков я поднимал бы валютные торги. Можно было бы? Можно. Но смысла в этом особого нет. Ну, то есть, все, мы забыли про биржевые торги в этом плане. Никакой разницы нет. То, что говорит центральный банк, так оно и будет. Ну, как-то мы же в административной системе. У нас же Византия, феодализм 2.0. Зачем же вы вносите какую-то сумятицу ваших этих либеральных заморочек? Вот уж нет у вас все-таки государственного настроя, чувствуется. Да, отбились мы от репк. От рук, от рук, от отбились вы от рук, отбились. Если бы не я, никто бы не вносил, не вносил бы вот суровую правду жизни. Хорошо. Хорошо, что есть еще пока у нас вот этот обмен информацией, как у центрального банка с другими банками коммерческими. Тем не менее, как вам кажется, будет ли вот это расхождение между официальным курсом и тем, который будет в обменниках? И если будет, то насколько это будет значительно? Да, будет. Ну, вообще, на налик и биржевая история всегда, в общем-то, немножко расходилась. Просто сейчас, ну, смотрите, вот давайте так. Сейчас, условно говоря, 88 и 90. Ну, так будем округлять. И 90. 2 рубля, ну, в общем, приблизительно до 5 рублей. Расхождение в обменниках и так называемым установленным курсом, я считаю, абсолютная норма. И ничего криминального в этом нет. Десятка уже многовато. А вот до пятерки, как в плюс, так и в минус, вообще без проблем. И что будет с наличной валютой? Я понимаю, что, наверное, такие вопросы базовые, но тем не менее, они всех волнуют так или иначе. И как я понял, сейчас наличной валюты в России очень много. И из-за тех же санкций, из-за того, что снова надо как-то с платежами думать, придумывать, спрос на валюту низкий. И поэтому, в общем-то, рубль-то и дорожает. И как будто бы вот прямо сейчас и закупаться надо. Ну, ваш вывод, во-первых, про то, что надо закупаться, он совершенно корректный и логичный. Ну, например, даже когда вот я там веду свои там либо программы, либо когда я общаюсь с там фэмили-офисами, которые пользуются, соответственно, там стратегиями, которые я им стараюсь разрабатывать, я сейчас рекомендую, в общем-то, если есть такая возможность, войти в доллар. Напомню, доллар – это, в общем-то, бумажка от двух лет. И рекомендую сейчас, вот, сейчас хорошее такое время. Он, кстати, может приопуститься при этом при всем, потому что вот эти качельки, они продлятся еще как минимум недели три. Вот такого вот туда-сюда дисбаланса. И поэтому совершенно логично войти в доллар по низкой цене. А с наличной валютой не будет никаких проблем? Ну, смотрите, я все-таки с того поколения, которое помнит 88-й УК РСФСР, то есть бабочку, когда давали 40 за как раз валютные операции, чем бы... Российским властям вот в первый момент, когда были объявлены санкции, меня просили первый комментарий, я сказал, что для нас страшны не санкции, а антисанкции. Потому что у нас есть классика жанра, когда что-то принимает проклятый Запад, недухоскрепный, мы начинаем бомбить Воронеж. И вот до тех пор, пока хватит разума не отвечать там, в кавычки отвечать, потому что у нас вот это... Давайте им ответим тем, что запретим чего-нибудь. Вот до тех пор, пока вот за эту неделю, ну, за полторы недели прошедшие, в общем, хватило разума не влезать в рыночный механизм своими кривыми пальчиками. И, в общем, с наличной валютой и без наличной валюты, в общем, все пока более-менее. Пострадали те, кто зарабатывали тем, что, например, закупались на биржевых, соответственно, на биржевых площадках, потому что сейчас вот это как раз процесс будет затруднительный, и они сваливаются как раз в рынок на наличные валюты. Ну, да, как раз Мосбиржа сообщала, что частичная блокировка есть валютного обеспечения клиентов, и будут в дальнейшем как-то с задержкой возвращать эти деньги, но уже в рублем, в эквиваленте, но по курсу на 11 июня, как-то так вот. То есть здесь, конечно, биржа становится с каждым днем все менее, более отпугивающе, как будто бы для розничных инвесторов очень много всяких рисков происходит. По поводу импортеров, мы уже начали об этом говорить, насколько для них этот удар существенный. В принципе, Россия вот эти два с половиной года играет в кошки-мышки, санкции вводят, Россия как-то подстраивается, пытается находить лазейки. И здесь надавили в том числе на китайские банки, как я понимаю, и теперь расчеты за импорт-экспорт могут быть затруднительны. Насколько это страшно для Китая? И будет ли какая-то здесь подстройка? Или все-таки горлышко становится уже и уже? Смотрите, значит, тут как раз мы с вами находимся, потому что мы все-таки можем уже нет ретроспективно. Первые, условно говоря, пять дней. Я, например, своим партнерам рекомендовал вообще не суетиться с платежами, потому что, работая с Китаем достаточно плотно, я могу сказать, что даже китайские партнеры, банкиры, на уровне заместителей, председателя правления, они сказали, что сейчас мы не знаем, какова будет ситуация, но мы рекомендуем пока остановить платежи, потому что мы не знаем, какие будут команды, потому что они все боятся вторичных санкций. По поводу кошек-мышек, ну, скажем так, все, что касается санкционного давления, я многократно уже говорил в различных эфирах, последние там практически вот эти два с половиной, там три года, что санкции могут возникнуть только в том случае, потому что санкции это классический пример картельного сговора, я имею в виду с точки зрения экономической модели. И картельный сговор может работать только в том случае, если этим картельным сговором придерживаются, ну, большинство игроков на этом рынке. Но если у вас есть Турция, Индия, Китай, как три крупнейших, надо сказать, экономики, в общем-то, мира, ну, одни там из крупнейших, еще есть Ираны и Ижи с ними, которые позволяют обходить подобного рода санкции, тоже, опять и будем честны, что вот пересекаясь на сопредельных территориях, там, со своими коллегами, которые сопровождают в том числе и там какие-то государственные контракты, ну, не надо никаких иллюзий, что те, кто поставляют в Европе те или иные запасные части программного обеспечения или сырье и материалы, не знают конечную точку назначения. В 21 веке стопроцентная абсолютно прослеживаемость товаров, услуг, и поэтому все, что попадает на территорию Российской Федерации, их производители точно знают, что конечной точкой является Россия. Но когда тебя переплачивают за товары, более того, у тебя есть стабильный контракт, а старушка Европы это долго и с очень низкой маржой, и с сервисной функцией, то как-то мир Чистогана, он побеждает любые, даже самые кровавые бойни, которые есть. Было, есть и будет, к сожалению, человечество не меняется. Бизнес и только бизнес, но тем не менее издержки растут, и вот хотелось бы понять последний пакет санкций, насколько он увеличит издержки, не увеличит, будет все то же самое, как-то изменится здесь вопрос поставок импорта в Россию? Я не думаю, что он увеличит, я бы сказал бы так. Введение там 14 или 20 пакета санкций не имеет абсолютно никакого смысла. Если уж вы хотите чего-то там делать, санкционное давление, но тут вот эта фраза «если хотите», потому что ответ на самом деле хочется, да не очень хочется, потому что объективно надо понимать, что когда ты страну, я имею в виду Россию, прессуешь, но не до конца, она идет на такие уступки, которые в общем-то в ближайшей перспективе заработать невозможно. Почему, собственно говоря, там после Второй мировой войны обращалось, соответственно, золото, и оно обращалось там через Аргентину с потерями, с колоссальными, там до 40, там 60 процентов, там за 30 процентов оборота. Здесь точно такая же история. Поэтому 14 пакет санкций будет, на мой взгляд, не сильно зубастый, то есть он будет в рамках любого классического переговорного процесса напугать, но не избавить. Поэтому все движется к демаркационному соглашению, в преддверии этой демаркационного соглашения обе стороны запугивают друг друга различными страшилками. Это и есть элемент переговоров. Одна сторона запугивает, что будет ядерный пепел, а другая запугивает, что отнимет все деньги, которые только есть. А есть ли какая-то реальная угроза, вот если мы не говорим про видимость давления на Россию, а вот такая реальная угроза, которая бы действительно напугала бы российскую экономику, там, не знаю, Путина? Нет. Потому что я сказал уже, картельный сговор должен, да, либо он действует, ну то есть либо в картельном сговоре, если три страны, Турция, Индия и Китай работают как это, двурушничают, то у вас не... Можно, говорю, одну санкцию, но ее должны исполнять все, как в бойцовском клубе. Вы должны исполнить первое правило бойцовского клуба. Если вы его не исполняете, то, в общем, все остальное бессмыслиться. Можно 20-30 пакетов санкций, миллион вводить, там, против Фаси, Пети, Коли, ну и так далее. Можно развлекаться, бессмыслиться. Ну, вот у Северной Кореи уже есть два надежных, как минимум, партнера, которые в картель в каком-то, так или иначе, по такой логике, Северная Корея скоро пойдет вверх. Да, ну, Северная Корея, ну, смотрите, Северная Корея же не тонет, потому что есть Китай, который ее очень хорошо финансирует. И в этом смысле визит Владимира Владимировича, он же не был не в Северную Корею, он был к китайскому вассалу. И это был очень важный визит, именно как раз с точки зрения, ну, в общем, выстраивания долгосрочных отношений с Китаем, а не с Кореей. Вот, а то, что Северная Корея там поставляет и будет поставлять там вооружение и какие-то иные там сырье, материалы, все, что оно может себе произвести. Другое дело, что качество этого всего, потому что оборудование, которое стоит, в том числе на корейских заводах, оно зачастую устаревшее. Там много, конечно, китайского, но поскольку экономика неэффективная, она, в общем-то, датируема, то там нет полной цепочки, которая может произвести что-то, ну, абсолютно качественно. Ну, разве что людей. А людей пока они не экспортируют. Ну, пока, сейчас посмотрим, в России тоже нехватка людей. Тем не менее, вы сказали, что Путин ездил в КНДР, так сказать, поговорить, какие-то дать сигналы Китаю, Си Цзиньпиньо. Какие это могут быть сигналы? Только ли политические или есть доля экономики? Ну, лишь толика экономики. Ключевой вопрос, соответственно, для чего Китаю нужна Северная Корея, чтобы пугать не своими руками ту же Европу, тут те же Соединенные Штаты. И в этом контексте здесь скорее взаимодействие России с Северной Кореей будет именно, чтобы опять-таки третьими руками пугать опять-таки ту же Европу, ту же Америку, ядерный там шантаж устраивать, ну и ниже с ним. Если там экономика, ну, в общем, в Корее низкая цена труда, низкая цена производимого, в том числе и вооружения. Другое дело, что качество этого, по тем сведениям, которые поступают, надо сказать, оставляет не просто желать лучшего, а крайне низкое. Но это я уже сказал наследие того, что производственные цепочки выстроены по остаточному принципу. То есть они строились при советской власти, когда власть спонсировала, сейчас спонсирует Китай, но Китай же тоже не по пояс деревянный. Естественно, последние технологии не отдаются. И поскольку еще и низкая производительность труда, замешанная на, в общем, патагонном труде, на рабском, она никогда не приводит к хорошему качеству продукта конечного. Поэтому получаем абсолютно все в рамках уплоченных денег. Ну, тут, если все-таки заходить, наверное, на военно-политическую тематику, если и нужен этот не самый высококвалифицированный рабочий труд, то на фронте Владимиру Путину. И не исключено наверняка, что северные корейцы будут в каких-то батальонах участвовать. То есть вы сказали, что, тоже немножко отступлю, вы сказали, что Северная Корея так или иначе может в интересах Китая пугать мир и Запад. А возможно ли какой-то конфликт с Южной Кореей сейчас? Маловероятно. Или Китаю не нужны вообще никакие? Не, тут же в чем прелесть любого переговорного процесса? Нужно пугать, но не доводить до конфликта. Потому что как раз сам конфликт, развязывание конфликта, это категорически невыгодно. Вообще, в целом, если брать военные конфликты, они с точки зрения, вопрос не гуманистический, а с точки зрения экономики, выгодны блицкриги. Но невыгодно затяжное противостояние. Это всегда контрпродуктивно, как для защищающихся, так и нападающей страны. Я написал две исторические книги по экономике, там 37 не выученных уроков и жестокая экономика, где и, в общем-то, анализировал неоднократно экономики на протяжении нескольких столетий. И все военные конфликты, которые развязывались различными императорскими дворами, они вот только в том случае, если это короткий блицкрик, то есть военный конфликт до полугода, ну там, скажем, 4 месяца, это единственный вариант, когда есть выгода. Во всех остальных случаях это всегда по минусам. Но мы идем до конца, как сказал Владимир Путин, поэтому даже неудачный блицкрик, видимо, будет какой-то очень затяжной войной, судя из того, что говорят сейчас чиновники. Вьетнам. После КНДР Владимир Путин полетел во Вьетнам. Ну, наверное, для нас менее знакомый рынок. Как вам кажется, цель визита здесь какая была? Ну, рынок-то кому как. Я могу сказать, что уже приблизительно лет 7 мы работаем с Вьетнамом. В Вьетнаме работают у нас коллеги, которые исполняют ряд заказов, которые не может исполнить Китай. Движение абсолютно логичное, потому что в Китае слишком перегретая рабочая сила, она слишком дорогая. Если посмотреть какие-то старые выступления, я о Вьетнаме частенько говорил. Другое дело, что технологически Вьетнам очень сильно отстает от Китая. То есть это такой Китай 95-го года, я бы сказал, на минималках. Но это то, откуда можно развиваться. А с учетом того, что товарищ Хо Ши Мин нам идеологически близок, это что одна из как раз идеологем советского времени, то опять-таки здесь это уже вопрос выстраивания какой-то оси паназиатской. Другое дело, насколько она будет взаимодействовать с Россией, потому что Вьетнаму выгоднее взаимодействовать опять-таки с Китаем, а не с Россией. Но опять-таки на уровне политических ведомств, естественно, раскланиваться все будут. Но Вьетнам, товарооборот самый большой будет с Китаем и не с Россией. Ну понятно. Ну я так понимаю, действует по такой логике, что приходится поворачиваться на восток в любом случае, потому что на Запад уже никуда не повернуться, да, Восток тоже думает про Запад и тот же Китай, и понятное дело рынки не сопоставимы, российский и западный, и Китай будет в первую очередь думать о том, как поднимать свою экономику. Но тем не менее, произойдет ли этот поворот? Да, может быть в одностороннем порядке со стороны Путина и каких-то бизнес-связей? Опять-таки, наблюдая за историей, могу сказать, что хочу вам привести один пример из нашей с вами истории. Российская империя, 905-917 год. Российский императорский двор дружит со всеми императорскими дворами мира. Более того, наши цари, по сути дела, это немцы и французы. Происходит Октябрьский переворот 1917 года. Вырезаются абсолютно, я уж не говорю, царская семья, вырезаются абсолютно дома Морозовых, Рябушинских и так далее всех. Вырезаются в физическом смысле, отбираются имущества, людей топят подо льдом, приходят те, кто были вчера соответственно грязными сапогами, они не умеют ничего, но изображают из себя бар. 32-й год. Ну, казалось бы, после такого, в общем-то, даже рукопожатно невозможно ни с кем быть. 32-й год. В Российскую, в СССР приезжают 221 тысяча американских инженеров, проектировщиков, рабочих и делают все то, что называется сталинскими, соответственно, успехами, сталинской экономикой. Прошло не очень много времени, еще кровь, в общем-то, не остыло, и до этого были времена условного НЭПа и репрессий. Западный поворот произошел просто на раз-два. Фразу «бабло побеждает зло» наверное можно произносить тысячелетиями. Я вас понял. Давайте вернемся с этим понятно, вернемся все-таки в Россию. Не обсудили еще одну проблемную тему, это тема инфляции, которая так или иначе растет уже в 8,3% по году. Центральный банк в своем отчете дал такой сигнал, что, дескать, в июле может поднять ключевую ставку на два базисных пункта до 18%, инфляцию все, не побороть, мы будем жить в таких реалиях очень долго с высокими ставками и с высокой инфляцией. Ну, смотрите, если взглянуть на интервью старой, которое я давал приблизительно еще до ПЭФа, я говорил о том, что существует множество реостатов, ну, по крайней мере, основных базовых я для всем озвучиваю три. Это как раз подъем ключевой ставки, это для того, чтобы свести баланс убытков или баланс бюджета в более-менее разумную печать денег, ну и, безусловно, ограбление крупного бизнеса. Я как раз и там и сказал, что если бы главой Центрального банка был бы я, то я поднял бы ставку до 18,5%. Причем многие там позубоскали, сказав мне, что вот смотрите, на ПЭФе они этого не сделали. Что я перед ПЭФом сказал, что на ПЭФе поднимать никто не будет, потому что это абсолютно политическое решение. Сейчас, собственно говоря, не потому, что у меня какой-то великий инсайт, вот делают 18%. Это совершенно, я в кавычки поставлю слово, логичное решение из тех инструментариев или той картины мира, которую выстраивает Центральный банк. Другой вопрос, который нужно задать, остановит ли это инфляцию. По расчетам моей группы, как было, так и остается. По концу года мы увидим товарную инфляцию в районе 21-23%. Инфляция такими методами не останавливается, от слова совсем. Такими методами останавливается потребность в кредитовании. Это правда. К чему это приведет? Это приведет, есть положительный момент от этого, прямо офигительно положительный момент. Вместо того, чтобы заниматься фондовым рынком, надо просто бабки тащить на подорожавшие, соответственно, депозиты. Что, собственно говоря, большая часть наших сограждан не делает. Какая отрицательная часть? Отрицательная-то куда больше. Подорожают все ипотечные, автомобильные и прочие кредиты. А самое главное, подорожают кредиты для бизнеса. Соответственно, экономика начнет замедляться из-за того, что, попросту говоря, будет нерентабельно работать, а рентабельно будет пофигу, где находить бабки и класть их на депозиты. В общем-то, не уверен, что это про борьбу с инфляцией, сколько про остановку экономики административными методами. Да, ну то есть инфляцию можно побороть только сокращением бюджетных расходов. Инфляцию можно побороть сокращением даже не бюджетных расходов, а сокращением давления, административного давления на цепочку, на товаропроводящую цепочку. Если вы все время мало того, что увеличиваете ставку, но и увеличиваете, соответственно, косвенные налоги, и у вас есть какие-то псевдо-национальные проекты, то все это вкладывается в конечную себестоимость любого товара. Потому что основная фишка заключается именно в этом. Поэтому не сами бюджетные расходы, было бы правильнее сказать, вообще должно существовать слово бюджет, потому что бюджет интересен только чиновнику. Никакому производителю труда ни частному лицу, ни корпоративному лицу слово бюджет не нужно. У нас же все поставлено с ног на голову. У нас то, что мы называем государство, чиновник является основной движущей экономикой. При этом чиновник всего лишь швейцар в распределительной системе. Не производя никакого труда, он создает максимальное количество проблем, потом эти проблемы героически решает, а вы за это все платите. Но, тем не менее, Россия пошла по другому пути, который пропагандирует как раз Андрей Ремович Белоусов, что главный инвестор, и инвестор в первую очередь, это бюджет. И вот мне интересно, чем тогда закончится этот эксперимент? Просто неэффективная экономика будет? Конечно. Она и так, в общем-то, технологически сползает. Но когда государство не может, то есть чиновник, который подменяет собой государство, не может быть инвестором от слова совсем, потому что у него нет задачи заработать прибыль. То есть инвестор-то вкладывает деньги для того, чтобы получить обратно деньги. Но поскольку у вас периодически появятся тут какие-нибудь персонажи, которые скажут, не все меряется деньгами. Правда, когда ты им задашь вопрос, а что же вы тогда работаете за деньги? Она говорит, ну я-то другое делаю, мне-то жрать надо. А инвестор, типа, он такой персонаж, который не должен жрать. Ну, потом дальше начинаются революционные идеи, говорят, ну я-то ем картошку, а вот он-то черную икру. Разницы никакой нет. Ты ешь картошку, потому что ты можешь заработать 10 рублей, а человек может заработать 200 рублей. Вот. И это как раз вопрос навыков ключевым. Поэтому, в общем, у нас поставлено с ног на голову, у нас деньги, отбираемые у производителей труда, вкладываются в неэффективную экономику. Поэтому ничего экстраординарного, мы уже проходим этот эксперимент, херачим уже больше 100 лет. Я теперь хотя бы понял, в чем схожесть в нынешней России между инвестором и журналистом. 18% — это все, и финиш, и Центральный банк будет, как вам кажется, поднимать ключевую ставку и дальше. И не получится ли так? У Эльвиры Набиулиной довольно много критиков как раз по ее политике. И даже те люди, которые говорят, что да, действительно, ставку надо поднимать, иногда критикуют Эльвиру Набиулину за то, что она это делает не сразу, как будто бы с такой замедленной реакцией. Тем не менее, как вам кажется, долго ли Эльвира Набиулина еще будет в Центральном банке и будет ли она дальше повышать ключевую ставку? Ну, вообще, в этом смысле Владимир Путин, он достаточно сентиментален, и он, в общем, правильно делает, что он не убирает Эльвиру Сапхизадну, потому что лихие головы, которые никакой концепции, кроме как нарисовать еще больше денег, а Центральный банк рисует уже деньги очень и очень давно, не предлагаются. И поэтому сменить Васю на Петю — это не более, чем будет аппаратная какая-то игра. Как я сказал, я вот обозвал ставку, которую я бы поставил бы сейчас, 18,5. Нужно ли ее в картине мира Центрального банка и Минфина поднимать? Ну, я скажу об этом, наверное, 20-го плюс-минус 5 дней июля, потому что именно в этой дате будет приблизительно понятно, какие реостаты надо будет двинуть, чтобы свести дефицит бюджета, который есть сейчас. Там обозначен он 2 и, по-моему, 120 миллиардов в какую-то приемлемую рамку, чтобы не вылететь в 2,5-2,7. Я Вас понял, Дмитрий, в конце вопрос такой тоже немножко отдален. Вы хомяка тапаете? Видите ли, я знаю, о чем Вы говорите, но у меня есть несколько другая пламенная страсть. Как это раз на днях абсолютно живого хомяка я купил своей дочери. Поэтому хомяка я не тапаю, в общем-то, нормальный абсолютно скам, вполне себе разумный, поскольку людям нихера делать, они это делают. И таймкиллеров было, есть и будет очень и очень много. Так что вполне себе годный проект и очень радостно, что тупых хомяков выявляются таким простым способом. Я Вас понял. Ну и все это на благо проекта Павла Дурова, Телеграм, так или иначе. То есть, наверное, надо не хомяка тапать, а в корень смотреть. Это был Дмитрий Потапенко, предприниматель. Спасибо Вам большое. Спасибо. Спасибо, что смотрите нас в конце выпуска по традиции. Поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на YouTube-канал на Ходорковский Live. Ну и приходите в 6 часов вечера, будем с Володей Роменским подводить итоги недели в программе «Суббота». Всем до новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова